В диагностическом центре начало работу обновленное УЗИ-отделение. Его отремонтировали и увеличили число кабинетов. Забор биопсии теперь делают в двух манипуляционных вместо одной. 600 исследований в день. За год у нас 124,5 тысячи человек. Клей 100 кабинетов и врачей достаточно? Да, мы в этом году комплектовались полностью. У нас штат укомплектовал. С кадровыми проблемами здесь борются с современными методами. Диагностический центр – единственное медучреждение края, где внедряют голосовых помощников на основе искусственного интеллекта. Таким образом, к концу года 80% врачей здесь смогут работать без медсестер. Программа расшифровывает голос медика и вписывает данные в нужные строки. Все слова, все цифры. У нас есть системы автозамены. То есть мы, в принципе, можем сказать ему одну фразу, и он полностью вставит наше стандартное описание в протокол. Диагностический тестируют, чтобы в будущем внедрять это в другие краевые медучреждения. В медицине в целом стремятся к системному объединению. Мы сейчас двигаемся, чтобы с уровня фишеско-кушерского пункта информации через информационную систему могла уже сюда прилетать, наше краевое учреждение, и здесь уже оценивать. Первые элементы уже есть в виде так называемого тела и КГ. У нас, по сути дела, все машины скорые, данные еще. У нас крупные фабы оснащены уже этими аппаратами, которые позволяют выявлять заболевания, острые и хронические заболевания. За два года здесь обновили большую часть оборудования. Качество современных аппаратов позволяет выявлять даже 5-миллиметровые образования. Лишь 20% посетителей центра пользуются услугами на платной основе, остальных направляют из районов. Это колоссальная нагрузка и на оборудование, и на врача. Нагрузка на аппарат 8,5-9 тысяч. Для примера, в крае нагрузка на один аппарат рутразвуковой диагностики 3-4 тысячи. На проведение капитального ремонта был выделен 21 миллион рублей с краевого бюджета. Теперь в центре планируют технологические изменения. В 2024-м здесь должен появиться центр региональной лучевой диагностики. Наверное, до 70% всех изображений, которые делают в крае, мы будем описывать здесь в условиях центра нашими специалистами. Все рентгенологи, которые работают в первичном звене в крае, они будут входить в структуру регионального центра лучевой диагностики и будут находиться под нашим контролем. Большую часть биохимических исследований в центре тоже планируют забирать на свою площадку. Кроме того, в диагностическом намерены увеличить объем эндоскопических исследований. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.